Учителя, врачи, предприниматели, военные. Кандидатуры на звание «Человек года» представили администрации всех городов и районов. Всего их 66. Республиканский оргкомитет путем голосования выбрал по три кандидата в каждой номинации. Затем тайно выбрали победителя. Этот способ применили впервые. Имена лауреатов по традиции назовут в торжественной обстановке только через месяц. Рассматриваются те заслуги, которые явились основой для нашего дальнейшего развития и процветания Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, это все-таки конкурс «Человек года-2013». В первую очередь рассматриваются те заслуги, которые были у этого человека, или те поступки, или те какие-то продвижения, те инновации, которые были у этого человека именно в 2013 году. Прошедший год запомнился республике визитами почетных и выдающихся людей. С пастерским словом к Приднестровцам обратился патриарх Московский Всея Руси Кирилл. Его кандидатура была предложена в номинации «Посол мира». Масштабность данной личности, уровень этой личности, конечно, уходит далеко за пределы Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому со стороны оргкомитета поступило предложение вывести патриарха Кирилла в отдельную номинацию. И оргкомитет безоговорочно поддержал это предложение. Победители других номинаций конкурса «Человек-года-2013» планируют огласить 20 февраля. Всего лауреатов в этом году будет 12. Светлана Березовская, Иван Глухенький, Первый Приднестровский.